Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Ну что, начнем наверное с выполнения заданий Открыть колоду С превеликим удовольствием Так, и нам здесь ничего не выпадает кроме пяти бакинских Ладно, фиг с ним Так, открыть колоду мы сделали Дальше Сразиться в боях, плюс пройти одну серию испытаний Ну что, давай наверное прибежимся по серии испытаний Здесь у нас... Да ладно, мы все выполнили Так, хорошо, давай тогда сюда зайдем Здесь разберемся И кстати, это уже будет переходящий, ребята, этап Потому что там уже будет шреддер И вторая часть этого события начнется Так, вначале мы с тобой вырубим отсюда Рокстеди Здесь он нам не нужен Так, тихо, тихо, кланфутовцы начинают, а, смотри Так, вырубим или нет? Супер шреддер не смог К сожалению Да, три раза пришлось его атаковать Чтобы подбить Так, минус кланфут Здесь Рафаэль с одного удара, да, накрыл Здесь у нас с тобой Рокстеди Бибоб и Муха До сих пор, друзья мои, вы меня в комментариях Одолеваете вопросом Почему же я не качаю бак старомуху? Ну, потому что мне не нравится он, понимаешь? Даже если, предположим, как вы говорите Он имба Он мне просто не нравится Вот и все Я его буду прокачивать, наверное, тогда же, когда созрею до Кирби Потому что Кирби меня тоже не совсем устраивает Так, ну что, здесь мы с тобой прошли Забираем награды И теперь пойдем выступать в сложных боях, да? И в обычных Так, здесь мы выбираем с тобой, опять же, нейтрализатора И прокачиваем ему технологии Здесь не хватает нам три номера Раз Так, давай еще два Два нужно Так, второй И последний, третий Есть Ну что, прокачиваем ему до пятой ступени Так, и дальше смотрим Что нам здесь нужно Так, десять кружек Надо будет найти И девять Я не знаю, что это Магнитолы Что это вообще такое? Сейчас попробуем достать и посмотреть Так, это видеомагнитофон Видеомагнитофон Только лишь один нашли Давай попробуем еще вытащить А вот получится Так, второй Тяжело идут Я так понимаю, да? Так, третий Четвертый Ну что, четыре видеомагнитофона А нам нужно с тобой найти еще пять Плюс десять кружек Ну, в следующей серии, я думаю, мы с тобой продолжим поиски А сейчас забираем награды И последнее, это поднять уровень персонажа Сколько у нас мутагена? Три пятьсот Слушай, наверное, мало это будет Три пятьсот Ну, например, Хан Сколько тебе нужно? О, четыре семьсот Не прокатит Ну что, остается одно, друзья мои Идти на арену По испытаниям у нас что? Все по-старому, да? Это мы с тобой проходить не будем Потому что у нас все здесь есть Только здесь Ну, здесь мы можем с тобой проще сделать Так как у нас семьдесят два сыра Элементарный фарм Так, три доллара Опачки Кожеголовый Три дынка Вообще шикарно Продолжаем Так, пятьдесят жетонов Так, Микеланджело ролевой Донателло ролевой Отлично Ну и остается только лишь Рафаэля вытянуть Кружка И последняя попытка Карта Бибубима Рафаэля мы с тобой не вытащили Ну и фиг с ним Главное, что всех остальных Успели вытащить Так, ладно Идем с тобой на турнирку Как я и говорил Сегодня, ребята Я хочу попробовать Дойти до Лиги Мастеров Три звезды Это очень тяжело будет сделать При том, что у нас с тобой Еще всего лишь Двадцать откатов Но попытаться Все-таки можно Давай попробуем Получить с собой Максимальную награду Это где-то Шестнадцать двадцать два Может быть даже Шестнадцать двадцать три Но я что-то не вижу Что бы мне давали Это все Опять жмут Ну чего-то Чего-то не зажимает Вот скажи мне, пожалуйста Чего им стоит дать Шестнадцать Вот Вот Есть такое дело Мы нашли И сюда мы берем с тобой Армагона И для подстраховки Я возьму Наверное Все-таки Блин У них большая инициатива Зека тогда возьму И к этой команде Мы Возьмем с тобой Мы помним, да? В прошлой серии Как мы обделались Возьму, наверное Донателло Рафаэля И Донателло Вот такая вот У меня будет команда Надеюсь Здесь никого Все-таки Они не успеют пробить. Еще у меня надежда большая на зэка. С его замедляшкой. О, как все плохо. Ну, Армагон, не подведи. Слушай, я Армагон не подвел. Все отлично у него получилось. Как ты видишь, всех мы забомбили и двигаемся, значит. И, естественно, следим за прогрессом. Так, мы с тобой уже залетаем в Лигу Мастеров одна звезда. Посмотрим, как у нас будет идти тенденция именно при росте. То есть, сколько мы ступенек будем преодолевать. Естественно, нужно брать по максималке. 16-22 это в данный момент максимальный, да, у нас выбор кубков. Хотя, можно попробовать, конечно, 16-23, но мне кажется, вряд ли. Слишком, скажут, рановато ты туда прешь, поэтому сиди на том, что тебе дают. Ну да, так и получается. Хорошо, я возьму тогда, знаешь что? Ну, можно даже вот с этим подраться, да? Хотя, смотри, какая большая разница. Кубки одинаковые, а по уровню здесь уже 73-й, 70-й, 71-й, а здесь 66-й и 64-й. Даже есть 67-й. Естественно, если нет никакой разницы по кубкам, мы берем с тобой самого слабого противника. Я забираю отсюда опять Армагона. Я забираю сюда Ваньку. И уже вместе с ним отправляем вот этих вот своих друзей. Но не знаю, сможет ли Армагон здесь потянуть. То есть, он Валунта бросит, но уничтожит ли он всех? Потому что Ванюша по инициативе не особо силен. Несмотря на то, что у него 80-й уровень. Но я тебе скажу одно, что здесь он был великолепен Армагон, потому что он всех снес, и Ваньке остается только лишь добить. Все. То есть, никакой опасности не было, но мы этого заранее не знали, поэтому я перестраховался. Ну что же, давай смотреть, куда мы с тобой перемещаемся. Так, 92-я была, ну, округлим, 90-я становится 77-я. Да. Что-то как-то замедляшка у нас пошла. Где-то 15 ступенек в среднем мы пробегаем. Слушай, интересно, есть какая-то разница, если я, например, возьму 16-22 по копкам, но взять, например, по уровню уровень персонажей вражеских, чтобы был ну, посильнее. Пока я не вижу здесь 70-ников. Смотри, дают 69-е, 60-е, 6-е, тут даже вообще 59-е есть. Что случилось? Почему они меня так понизили? Не знаю. Никаких предположений вообще нету. Так, ну что, берем с тобой опять Армагона, берем хотел взять Супер Шреддера, а потом подумал, зачем он здесь. Я возьму Рафаэля. Я возьму Рафаэля и, наверное, сделаем с тобой вот так. Почему Муху и, друзья, нейтрализатор? Ну, во-первых, я за них более-менее буду спокоен, если что-то пойдет не так, их быстренько не уничтожат. Да ты посмотри, он все время выживает после валуна, который кидает Армагон. Постоянно этот Бибоп именно в костюме кролика выживает. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, у него есть какая-то как тебе сказать-то усиленная защита именно против Армагона, против массовых атак. Фиг его знает. Так, ладно, давай с тобой смотреть дальше. 16-22. Не дают мне 16-23. Хоть ты тут тресни. Хотя мы уже 4 поединка с тобой сыграли, ни одного фейла не было. Вот. Есть. Все-таки нашел. Ну что же, берем с тобой опять Армагона, берем, наверное, Бакстер Стокмана и вместе с ним пойдут у нас блин, это риск. Почему? Потому что Бакстер Стокман у нас по инициативе вообще очень-очень слаб. Он ходит практически чуть ли не самый последний. Сейчас мы здесь проверим. Армагон, понятное дело, ходит первым. Он бросает свой валун. Блин, как же он хороший, Всех бомбит. Карайка. Но тут понятно, тут мы с тобой не увидим. Но в любом случае я тебе больше чем скажу, что Бакстер Стокман ходил бы, наверное, даже после Паукуса. По своей инициативе. Так, ну что, какую там? 40-ую? 47-ую? Блин. Откатов все меньше и меньше, персонажей тоже у нас все меньше и меньше. 17-23. Так, я возьму Армагона, я возьму здесь Супер Шредера и уже вот с этими ребятами мы с тобой возьмем наших самых слабых персонажей, чтобы они спокойненько здесь отыграли. Ну, ты сам понимаешь, что Армагон в совокупности вместе с Супер Шредером это просто непобедимая команда и здесь никто им ничего не сделает. Ну, естественно, Армагон остается только лишь добить. В сегодняшней серии у нас получится что? Только лишь Арена. Так как у нас задания с тобой не откатились, сегодня у нас среда, а все остальное у нас открывается с пятницы, так что наша цель сегодня Арена и подняться как можно выше. Ну что, так, 17-23. Я, наверное, опять возьму Армагона плюс Супер Шредер. Да, наверное, нам придется вот именно этот тандемчик брать, потому что других перспектив я пока не вижу. Я пока не вижу, по крайней мере, которые могли бы нам защитить вот этих вот наших слабых персонажей. А их по 3 штуки придется брать. Так, муха теперь выжила, ты прикинь. Ну, ладно, простите, но муха 71-го уровня. Как вы говорите, муха не покачай ее. Такое впечатление, что это просто разводило какое-то. Вы хотите, чтобы я потратил платиновые осколки именно на прокачку бакстера мухи в платиновый ранг? Ну, не знаю. Такое себе предложение на самом-то деле. Так, ну что, у нас с тобой вот этот персонажик будет выступать? Здесь возьмем так и, наверное, все-таки я потрачу усаги. Дабы сэкономить себе хотя бы несколько откатов, я сомневаюсь, что мы сегодня дойдем с тобой до Лиги Мастеров 3 звезды. Или нам придется просто докупать откаты. Тогда да, тогда шанс будет. Так, ну что мы с тобой здесь делаем? Естественно, вертушку от усаги. Она достанет, как говорится, любого. Так, почти, почти, ребят, на всех висит постепенный урон, кроме Рафаэля, да? И валунчиком Армагон всех остальных уничтожает. Все. Как-то так. Ну что, двигаемся с тобой дальше и смотрим, какое место мы с тобой занимаем здесь. А место мы занимаем с тобой Лига Мастеров 2 звезды 100-я позиция. Ровно 100-я позиция. Так, ну что, у нас 13 откатов остается. Здесь нужно сделать как минимум 10 поединков, как минимум. И вот как нам это сделать? Как нам это прокрутить за 12 откатов? Даже если мы с тобой будем тратить по 2, это всего лишь хватит нам на сколько? На 6, да? 6 поединков. А нужно 10. Ну, будем надеяться знаешь на что? На то, что у нас будет больше количества ступенек даваться во время выигрыша. Вот только на это остается уповать и все. Если такое будет происходить, то мы будем тратить меньше количества откатов и получать больше прирост именно в подъеме на Лиге. Давай смотреть. Было 100-е становится 86-ой. То есть получается мы с тобой проскочили 14 ступенек. Я тебе не скажу, что это самый плохой результат. Я рассчитывал на 10. Но хотелось бы конечно больше. Так, берем Армагона. Берем с тобой здесь конечно интересно получается. Ну ладно, хорошо, давай возьму Донателло и Рокзара. А вместе с ними пойдет ну это будет убийство, если я их возьму в пати. Наверное сделаем вот так. Зачем? Ну во-первых они 70-го уровня, их так легко не пробить. При этом у нас Рокзар если что будет как провокатор. Ну основной конечно же работу делает у нас Армагон. Всего лишь одного подбил. Здесь мы с тобой наверное возьмем все-таки провокацию. Плюс массовая атака от нашего Шархана. И все этого было достаточно. Ну кто же знал. Если я например взял бы вместо Змейка Вьюна какого-нибудь слабенького персонажа возможно наша команда потеряла бы по инициативе и именно его бы шлепнули. Тем более сам видишь уровень 74-й 76-й практически топовый. Так 86-я была становится 72-я. Опять же 14 ступенек мы с тобой пролетели. Держится пока все стабильно. Ну что ж давай попробуем тогда вот с этой командой подраться. Здесь возьмем опять Армагона. Так стоит ли нам брать? Ну давай фиг с ним. Сделаем так так и вот так. Тут конечно есть у них Донателло ролевой который может хилять. Плюс у него есть массовая атака с наложением постепенного урона. Но у нас есть Микеланджело который нам дает преимущество Так бросаем балун. Блин только лишь Rocksteady упал. Так наверное давай сделаем вот таким вот образом плюс вырубаем Бакстера Стокмана. Так он не попал. Молодец Тимати. Ну и остается у нас Донателло. Ему в принципе крышка. Ну слушай смотри мы с тобой тратим сейчас по минималке откатов потому что забираем только лишь одного Армагона. И отыгрываем теми персонажами которые у нас есть. То есть уже грубо говоря у нас есть с тобой на 5 поединков. Если ну да нам этого должно хватить чтобы перебраться в Лигу Мастеров 3 звезды. Так берем с тобой вот эту вот компашку забираем отсюда Армагоны Хух была не была была не была инициатива конечно блин что у Джастина слабая инициатива что у Железноголового Армагон естественно здесь со всеми вряд ли справится тут еще есть Пит если я возьму крысиного короля я боюсь его распетрушат за милую душу давай ка мы наверное сделаем знаешь как все таки вот так но при этом возьмем чтобы слабых персонажей потому что если я возьму ту команду их положат они не успеют здесь отыграться ну что поехали шипы это в первую очередь и теперь естественно валун от Армагона ну и естественно победа за нами так ну что давай посмотрим куда мы с тобой переместились на какую позицию в данный момент нас поднимут я думаю что где-то будет 43 44 ну расстраиваться пока рано еще есть все таки у нас 4 поединка я думаю что мы должны где-то здесь выровняться я возьму на всякий случай вот эту вот команду вот эту вот команду не знаю ребята у них самый как тебе сказать самый большой уровень по бойцам не знаю как это сказывается но вдруг все-таки за них буду давать побольше наград хотя кубки они как фиксированные так что хоть ты тут маленьких бей хоть больших но я буду себя утешать именно тем что чем больше уровень противника тем быстрее и лучше мы с тобой будем продвигаться так и армагон естественно бросает валун все смотрим на итог была у нас это будет какая-то 44 позиция должна по идее быть 30 30 если правильно все рассчитано должна быть 30 позиция блин 31 твою налево почему они меня занижают скажи мне на милость что о 17 24 так ну что ребята это топовые кубки больше получить ты не сможешь это максимальный предел 17 24 я надеюсь что все-таки хоть здесь нам дадут ну нормально не как тут сколько должно быть 14 ступенек а нам почему-то дают то 12 то 13 по одной ступеньки отнимают с каждым боем не знаю с чем это связано вроде не проигрываем а вот такая тенденция идет так ну что армагон бросает валун ну и сам видишь все очень даже неплохо теперь смотрим на какую позицию мы с тобой перемещаемся естественно я хочу сегодня перейти в лигу мастеров 3 звезды так и смотрим 13 позиция слушай при хорошем раскладе мы можем с тобой после следующего поединка попасть уже в лигу мастеров 3 звезды это моя сегодняшняя цель 17 24 есть такое дело 79 уровни противников это то есть максимальный левел у противников то есть вначале мы получили с тобой максимальный уровень кубков теперь максимальный уровень противников причем все идут 79 ну поверь мне для армагона с супер шредером хоть 80 давайте они все равно их разнесут в плохо прах это слишком крутая имба поехали так сразу двоих уронили ну и армагон естественно тут сделает добивку никто никуда не убежит все и теперь смотрим прав я или нет переместимся мы все таки с тобой на следующий ранг или же нет да друзья мои в лигу мастеров 3 звезды но сами позиция у нас 99 есть еще на один поединочек у нас откатов поэтому давай-ка мы сыграем все-таки сыграем немножечко так сказать укрепим свою позицию слушай а давай знаешь что попробуем взять вот так это наверное будет глупо да здесь ну никто не выживет если мы кого-то возьмем они разнесут впух и прах его не хотелось бы просто фейлиться твою налево блин а с другой стороны так хочется отыграть именно вот именно вот этих бойцов даже не знаю или все-таки потратить слушай а если мы сделаем а если мы возьмем например с собой супер шреддеры к примеру да и вот так слушай давай рискнем давай рискнем давай посмотрим насколько все-таки хорош будет здесь супер шреддер я знаю что он повесит постепенный урон но на всех ли так смотри внимательно на всех так идет супер ой супер обычный шреддер так упал запах изо рта все вот я отыграл сижу думаю а зачем я это сделал у меня остается сейчас в данный момент один супер шреддер ой один армагон без какого-либо прикрытия понимаешь так 83 позиция то есть если мы с тобой сейчас возьмем следующий поединок то кто пойдет с армагоном в паре вот это но это будет пущенное мясо его сразу разнесут согласись я сделал большую глупость надо было просто отыграть супер шреддер вместе с армагоном и взять кого-нибудь там в придачу и все а теперь ни туда ни сюда ай жесть какая-то это жесть ребят естественно здесь этих разнесут ладно потратим с тобой откат фиг с ним так уж и быть ну это ребята вот это вот сейчас вот из этих персонажей из моих просто сделают отбивную из всех ну кроме армагона естественно так ну что мы тут можем сделать у нас по-моему это на атаку а это на ускорение идет или что так вероятность 50% улучшить уклонение на 50% в течение одного хода давай массовую атаку сделаем глупо да было хотя почему глупо так здесь у нас шарики шарики не прокачаны давай лучше вот это сделаем понизили атаку но это поверь мне никак нас не спасает минус один сейчас минус второй а нет армагоша досталась так минус два бросает плюшку на спицы лицей и армагон всех уже остальных добивает то есть минус ух ёк макарёк как он выжил вот объясни мне опять этот в костюме кролика но рок слава богу его подбил вот смотри двух персонажей мы с тобой потеряли но на самом деле я думал что будет хуже я думал мы потеряем абсолютно всех кроме армагона так бонус конечно у нас с тобой как ты видишь всего лишь за трех бойцов выживших дали и как это отразится на нашей поднятии да всего лишь шесть ступенек мы с тобой пролетели но друзья мои лучше так чем армагон просто бы сидел бы в списке и дурковал согласись да в общем здесь мы отыгрались что это такое ежедневно и закрыто с какого вдруг перепуг это так а теперь мы можем с тобой поднять уровень персонажа у нас мутагена с тобой хватает переходим мы с тобой вот сюда и это у нас будет хан до 55 уровня вполне ребята мы его прокачали отлично просто великолепно и забираем здесь остатки роскоши все на сегодня друзья мои можно в принципе смело закругляться в плане куда пропали из Женевки я не могу понять что не так так подожди у нас пицца есть еще секундочку секундочку если есть пицца ее надо потратить а потратить куда ну естественно на нашего нейтрализатора навыки так нам не хватает с тобой 5 видеомагнитофонов поехали искать остается 4 так портрет короля нам не нужен так 3 2 1 и последний последний видеомагнитофон да да чтоб тебя вот он так друзья мои магнитофоны мы нашли 9 кружек поехали а все все пицца закончилась ну что же в следующей серии я думаю что мы 9 кружек с тобой найдем да и прокачаем ему до какой там ступени до 6 получается до до 6 ступени и там останется только лишь хвост телепорт как-то так ну что друзья мои а на этом я буду закругляться всем пока всем удачи и до новых скорых видосиков черепашки мутанты ниндзя черепашки мутанты ниндзя черепашки мутанты ниндзя юные таланты чувак поприветствуем юных зеленых ребят поначалу спасают всех сами почти не спят очень крутые их дом далеко под землей не унывая поедают пиццу горой ничто не остановит этих чуваков ведь уровень мастерства довольно неплох они скрывались в тени но время сделать ход героям лавры злодеев расход леонардо лидер в синем он его кредо по жизни ниндзя закон донателло обожает изучать машины с рафаилом никогда не будет грустной мины микеланджело просто неповторим на любой вечеринке он номер один мастер сплинтер конечно научит всему эту безбашенную черепашу команду черепашки мутанты ниндзя черепашки мутанты ниндзя черепашки мутанты ниндзя юные таланты мутанты